Бог создал Землю и Небо, а все галактики и Вселенную тоже создал Он? Для чего? Зачем Богу нужны планеты, если на них нет жизни? Вот такой удивительный вопрос. Вы знаете, надо отвыкать смотреть на всё потребительски. Что если мы не можем дальние галактики положить к себе в карман, если мы не можем исследовать отдалённые уголки Вселенной, то, значит, они не нужны. Это совершенно не так. У Бога свой план. И вот Господь Бог, необъятный и безграничный, сотворил такой же необъятный безграничный мир. Ну, конечно, по-человечески нам мир кажется безграничным, хотя пред Богом он имеет свои границы. И вот необъятная Вселенная, как мы её воспринимаем, она свидетельствует нам о необъятности Божией, о безграничности Творца. Как в своё время говорил об этом Эммануил Кант, знаменитый философ, что я не перестаю восхищаться двум вещам. Это звёздному небу надо мной и моральному закону внутри меня самого. Ну, а кто же всё это сотворил? И кто положил начало вот этим галактикам? Об этом мы читаем в Священном Писании у пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счётом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает». То есть, именно Господь Бог сотворил все отдалённые галактики, созвездия, которые мы наблюдаем и изумляемся их красоте. Именно Господь сотворил этот необъятный мир, и у Господа есть какой-то свой план о космосе, о нашей Вселенной. Но представьте, что если бы мир ограничивался бы только Солнечной системой, Солнце и небольшое количество планет, плюс какие-то спутники, которые вертятся вокруг планет, захотели бы вы жить в какой-то маленькой коморке, за стенами которой больше вообще ничего нет. Ведь когда мы выходим из своего дома, мы видим природу. Она намного больше, она намного шире, чем наша квартира, и мы понимаем, что это тоже образ такого необъятного мира. Вот так и целая Вселенная по сравнению с нашей Землёй. Это необъятный мир, который вызывает у нас восхищение, и мы прославляем необъятного Творца. Безграничный Господь и мир сотворил безграничным. Хотя, конечно, с точки зрения физики мир имеет свои границы. Он познаваем. И, может быть, в будущем, ведь душа человеческая бессмертна, нам откроются новые какие-то тайны, и мы сможем увидеть новые смыслы в этой необъятной Вселенной. Во всяком случае, нам даётся такой простор для бесконечного познания. Познание Бога и познание созданного им мира. Субтитры создавал DimaTorzok